Тир. На стендах винтовки, ножи для метания, различные виды луков и арбалетов. Приобрести всё это стало возможным благодаря помощи государства. О возможности подписать социальный контракт Александр Ястребов узнал от знакомых. Сарафанное радио сработало. Я пришёл к нам в соцзащиту и объяснил, что я слышал о такой ситуации, что выдают соцконтракт. Мне объяснили, что всё, в принципе, сделать можно и нужен для этого всего лишь небольшой пакет документов. Они меня спросили тогда, что я хочу сделать. Я говорил, что это пока будет секрет. На что они мне ответили, высылайте свой бизнес-план на почту. Документы были рассмотрены и одобрены. Пакет невелик. Деньги выданы ни много ни мало – 350 тысяч. На эту сумму я купил комплект винтовок из шести штук. Комплект прицелов на эти же винтовки – коллиматорный и оптический. Комплект луков – один взрослый, три детских, ну и, соответственно, подростковый. Арбалет – один взрослый. И четыре страйкбольных привода. Это самая востребованная позиция в тире. На эти же деньги приобретён и расходный материал – пульки, стрелы, болты на арбалеты. Приходят сюда за развлечениями посетители от 9 лет и старше. Перед работой на каждой позиции инструктор объяснит, как и что надо делать. И если, к примеру, работать с винтовкой знают и могут многие, то с метанием ножей дело похуже. Перед каждым заходом на метание ножей вот таким образом смачивается поверхность стенда. Дерево разбухает, и нож входит в него, как в масло. И только после подготовки дерева можно приступать к метанию. Представлены в тире и разные виды луков для разных возрастов и разной подготовки, в том числе и физической. У нас представлен для детского контингента, это примерно, наверное, от 7 до 9, скажем так, лет. Дальше сила натяжения уже увеличивается у каждого лука, соответственно, уже десятилетка и так далее. Невозможно представить себе тир без стрельбы по мишеням, разным по форме и конфигурации, величине и вращениям. Завертелась мельница, подбит танк, полетел самолет. На сегодняшний день в Димитровграде подписано около 250 социальных контрактов. Государство поможет и поддержит тех, кто начинает свой путь в бизнесе, хочет его развить и сделать более привлекательным. Возможности есть, было бы желание. Девушки, работающие у нас в соцзащите, очень грамотные специалисты, они помогут. И суть в том, что когда я получил деньги с соцконтракта, то есть мне они просто прилетели на карточку, у меня, во-первых, была эйфория. Соцконтракт в сумме 350 тысяч – это максимальная помощь. Пускай он не все помог здесь закупить, все это сделать, но процентов 35-40 – это 100% вкуплено на деньги соцконтракта. Продолжение следует...